Добавить немножко тут всякого, не одно кого. Ну это надо в щавелевку, конечно, здесь вот так не видно, да? Вот такие плоские кристаллики кварца, один на одном сидят. Тут какие-то примаски крокаита идут. Материал с барских ям. Примаски тут, кварц. Сейчас поближе покажу. Кристаллик крокаита сидит там. Бывают несколько, но все равно с крокаитом на барских ямах труднее. Эх, плеснем. О, какая шняга. Сейчас собираюсь вымыть. Ну очень тяжелая. За 50 это точно килограммов. Тоже своеобразный кварц барских ям. Вот они, кристаллики тут лежат кое-где. Тоже барские ямы. Из разных частей жилы кварц несколько отличается. Вот образец надо почистить. Может и получится что-то интересное. Вот кварц. А здесь такой мелкозернистый. Если очиститься, то интересно будет смотреться. Видите, кристаллы один на один забираются. Животку надо аккуратно почистить. Там, возможно, крокаитики где-то сидят. Надо отложить его. О, это старый камень и креной. Вот тоже последний из барских ям. Тут аппарат накрылся, пока ремонтирую. Немножко видео покажу. Ну и здесь вон крокаит залез тоже. Вот тоже крокаиты, примаски крокаита. Вот такие два воплощенных кристаллика с ростом. Сидят, а вон какие тонюсенькие. Мыть надо мыть. А это вот опал в Слиповке и в раздумье. Пилить, не пилить. Стоит ли возиться, нет. Уж очень дороговатая нынче обработка камня. Ну это, наверное, Медноруденская хризакова тут. Хотя... Хотя, кто ее знает. Это осколки с хрустальной горки. Материал старый. Места ему не иначе, как на даче. Это перелифт. Вот тоже последняя из барских ям. О, крокаит сидит. Даже не видел. Ну да ладно. Остальное все старое. Вот это еще оттуда. Не знаю, правда, что какая-то порода. Но это перелифт. Это тоже из той же серии. Даже не мытая. Между кристаллами глина всякая. Конечно, ее сначала надо убирать. А потом уже смотреть, что дальше делать. Мыть надо. А лучше замочить, если твердая. Вот такие мне образцы нравятся. Когда на кристалле кварца много кристалликов мелкозернистого кварца. А этот еще немножко видит с розовым. С гематитом. Поэтому такой. Ну вот, обновили кучу малого. Так, какой же я? Последний-то этот что ли? Да, и эта. Это старая. Это с гранатовой. Так, вот. Это чай. Кварц. Интересный образец. Что-то я раньше не замечал его. Отложу-ка я их в сторону. До лучших времен. Так. Вот это глинская яшма. Это тоже глинская яшма. Но это я в последний раз. Вот здесь какой-то рисуночек вроде просматривается. А эта чисто такая. И сургучной назвать нельзя. Красновато, темно. Хотя тоже, если что-то сделать, отполировать свой шарм будет. Попробуем. Вот корочка малахита на буром железняке. Больше всего мне нравится вот этот кусок. Вот спил с одной стороны. Так вот не видно, когда не подполирован. Сразу, сразу рисунок заявил. Есть у меня плашки напиленные из этого материала. Но они сразу разошлись. Весьма эффектно смотрятся. Видите. Цвет контрастный. Тут холцедончик. Такие желудки есть. Вот этот где-то 8 килограмм 400 грамм весит кусок. Весьма необычный материал. Вот его только водой сбрызнешь и сразу материал играет. Видно его? Ну а дальше фантазия. Дальше фантазия. Вроде, видите, он такой не очень смотрится на самом деле. Вот что получается. Еще один есть где-то кусок. Тут с одной стороны спилы есть, а с другой нет. То есть горбушка такая, не знаю, килограмм 9, наверное. Может 10 взвешу, потом посмотрю. Хороша, туда можно ходить. Это уже весьма оригинальный рисунок. С одной стороны спил. В общем, ответная часть того камешка. Даже вот так вот резать, и то интересно будет. Вот так вот.